Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник». Традиционная проверка связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все в порядке, можно поставить плюсики, как в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». Я пойму. Как меня слышно? Замечательно. Имейте в виду, что если проблемы возникнут по ходу вебинара, вы можете мне об этом сразу же сообщить, попробуем исправить. И не забывайте также, что если навести курсор мыши на мое изображение, у вас там будет бегунок громкости, соответственно, можно подстраивать этот параметр непосредственно под себя. Думаю, что все, кто хотел присоединиться к нам уже в сборе, соответственно, те, кто не смог, все-таки время, может быть, не самое, конечно же, удобное, посмотрят запись, которая будет доступна на нашем канале YouTube уже завтра. Ну что ж, давайте тогда переходить к вебинару. Традиционный сценарий, ключевой и фундаментальный макроэкономические события прошлой недели, на которые мы, разумеется, обращали внимание, делали спекулятивную ставку и, разумеется, те события, которые мы неплохо использовали с точки зрения трейда. Что касается, скажем, тех ориентиров, которые присутствуют и имеют место быть в отношении большинства активов. Это как раз заключительный слайд, это основные цели, и в основу этих целей, конечно же, будут закладываться те события, которые еще только впереди, и мы их обязательно отторгуем. Начнем традиционно с самого начала, с той динамики, которую показывала европейская валюта. В частности, евро стартовало в прошлой неделе с активных распродаж. Стоит отметить, что причин для статистического ослабления главного валютного риска было, в принципе, достаточно, и эти причины сохраняют свою актуальность и сейчас. Помимо общей слабости валютного блока, о чем весьма недвусмысленно сигнализировали пятничные данные по ВВП Германии и еврозоны, против евро стали действовать еще и форс-мажорные, обстоятельства которых вы наверняка знаете, это террористические атаки в Париже. В понедельник вышли также данные по индексу потребительских цен еврозоны, отчеты, которые на текущий момент, да и, в принципе, уже довольно-таки давно играет определяющую, а может быть, даже ключевую роль в дальнейших планах европейского мегарегулятора по расширению программы количественного смягчения. В частности, индекс потребительских цен имеет важнейшее значение, потому что мы понимаем, что именно этот отчет создает основания для роста активности и, разумеется, те основания, которые создают ускорение для общих показателей по экономическому восстановлению. Для еврозоны низкая инфляция – это одна из серьезнейших систематичных проблем, которые на текущий момент никак не удается преодолеть. Мы знаем то, что также была запущена программа количественного смягчения, ее объемы на текущий момент 60 миллиардов евро в месяц, но действует она уже практически год, и, к сожалению, пока никаких позитивных сдвигов в плане восстановительной динамики этого отчета мы не наблюдали. И более того, хочу отметить, что если обратим внимание как раз на актуальные цифры по уровню инфляции, это снова минимальные значения, которые, по сути, продолжают тяготеть к отрицательным значениям, то есть фактически рискам дефляции. Если эти риски будут подтверждены, я в целом в этом не сомневаюсь, стоит только энергоресурсам продолжить понижательную динамику, значит мы снова выйдем, опять же, на разговоры новых мер экономического стимулирования, необходимости поддержки со стороны ЕЦБ, что в целом будет оказывать серьезный разгрузочный эффект для европейской валюты. Почему? Потому что любые доп. стимулы, они направлены на расширение баланса центрального банка, расширение баланса – это те факторы, которые увеличивают денежную массу. Да, в идеале бы дождаться позитивных сдвигов и все-таки увидеть этот буст и ускоритель, для индекса потребительских цен, но мы понимаем то, что для национальной валюты это негативное следствие, которое, в принципе, для нас создает очень хорошие ценовые возможности, цели, которые мы непременно будем продолжать использовать. В частности, продаем мы евро с очень высоких уровней. Сейчас европейская валюта торгуется уже чуть выше уровня 1.06. Наша ближайшая цель – это 1.05. И я в очередной раз предлагаю вам не забывать о тех серьезных инвестиционных ориентирах, которые присутствуют от многих хедж-фондов, банков, на которые мы делаем ставку. Это возможности движения пары евро-доллар даже в район аппаритета. Это долгосрочная инвестиционная идея. Я знаю то, что среди вас непременно есть те, кто ориентируется на очень длительный период времени касательно сделки. И можно сказать, что уже имея достаточный профит, ни в коем случае не нужно выходить с рынка, потому что позиционирование верное. И, в принципе, в ближайшие несколько кварталов мы сможем получить еще большую прибыль. То есть индекс потребительских цен. Низкие значения этого показателя – это сейчас главная тема для еврозоны, поскольку она как раз провоцирует Европейский Центральный Банк действовать более решительно, быть проактивным и не забывать про тот мандат, который имеется все-таки в его арсенале через, опять же, расширение программы QE, поднятие этого экономического стимула может быть в объемах на 10-15 миллиардов, плюс к тем 60, которые действуют. Еще дополнительные шаги могут быть предприняты через изменение процентных ставок. У нас ставка для финансирования, ставка по депозитам. И, в принципе, их реально можно еще снижать. Но, наверное, с какой бы стороны мы не стали бы анализировать этот новостной фон, в любом случае это новые рычаги воздействия на экономическую систему. И они связаны с мягким, скажем, подходом, который может быть реальностью, стать реальностью. Опять же, для Европейского центрального банка. И любой мягкий подход – это еще один фактор для еще большего ослабления, соответственно, национального актива валютного, который состоит за всей еврозоной. Прежде всего, я имею в виду европейскую валюту. Что касается, в частности, факторов, напрямую влияющих на показатели индекса потребительских цен. Мы знаем то, что здесь основной эффект понижательного давления, он связан со снижением цен на энергоресурсы. И, в принципе, эта тенденция сохраняется, опять же, на протяжении длительного периода времени. В частности, если мы по уровню инфляции взяли перспективу уже прошедшую в рамках года, то и про энергоресурсы также можно сказать, что падение Brent, WTI, которое продолжается больше года, оно, собственно, и приводит к оснижению индекса. Далеко не будем ходить, позапрошлой неделе Brent умудрился потерять больше 8%. Я думаю, что при сохранении понижательного вектора сейчас оснований также достаточно, потому что мы отследим за очередной порцией данных по запасам нефти США. Думаю, что тренд, соответственно, увеличения запасов не изменится. Еще одна неделя, соответственно, еще один плюс к общим запасам в Кушинге. Ну и, разумеется, для Brent это также локальный фактор, чтобы еще немножко потерять и позволить нам приблизиться к реализации долгосрочной цели, которая по Brent у нас имеется в арсенале наших инвестиционных идей довольно-таки давно. Это снижение в район 42-43 долларов за баррель. Но совсем уж долгосрочная цель – это 40. И по мере приближения заседания ОПЕК, напомню, что в начале декабря, помимо, собственно, ИЦБ и ФРС, нас ждет еще и ближневосточный коктейль с очень судьбоносным решением. Если мы все-таки не увидим и не услышим про то, что ОПЕК снижает квоту, значит, будем готовиться к тому, чтобы 2016 год активно торговать вниз по, соответственно, черному золоту. И я считаю то, что это будет абсолютно правильно, потому что сохранение квот на текущих значениях – это явное подтверждение того, что 2016 год будет периодом гиперизбыточного предложения и недостаточного спроса. И найти равновесие, баланс между этими серьезными важнейшими экономическими категориями будет попросту невозможно. Плюс ко всему, ждем дополнительные объемы из Ирана, из Ливии, ждем присоединения к ближневосточному картелю еще и Индонезии. Соответственно, даже при неизменности квота у нас есть основания полагать, что фактически объемы реально серьезно возрастут и превысит, может быть, даже 32,5 миллиона паралей в сурке. Этого достаточно, чтобы толкнуть и Brent, и WTI еще ниже. И по Brent, даже если абстрагироваться лично от моей субъективной позиции, а взять за основу более авторитетные мнения со стороны инвестиционных банков, то есть версии, которые указывают на возможность снижения Brent, коррекции и бросавки даже в район 35 долларов за баррель. То есть есть куда падать, но нужно понимать, что и российской валюте в связи с этим придется очень нелегко, потому что каждый раз, когда мы сейчас возвращаемся к понижательному давлению касательно нефти, мы отыгрываем это давление через еще один дополнительный виток девальвации, характерный и для российского валютного актива. Есть на рынке сейчас положительные ожидания, связанные с тем, что единая общая угроза, связанная с противостоянием терроризма, может объединить, соответственно, сплотить страны и заставить Запад и США пересмотреть свою санкционную позицию против России. Какое-то время назад эти новости и эти ожидания стали причиной позитивных реакций и динамик на российском фондовом рынке, потому что участники трейдеры поверили в то, что снятие финансо-экономических санкций может снова распупорить международные рынки заимствами капиталов и, соответственно, позволить преодолеть проблему ликвидности. Но эти ожидания были дисконтированы, конечно же, в цену. Наверное, те, кто хотел, их уже отыграли, но сейчас совершенно очевидно, что коррекционная связь между рублем и нефтью восстанавливается, и позитива вот этого, связанного с возможностью смягчения санкционной позиции в адрес России, его как такового уже нет. Поэтому, если делаем ставку на снижение нефти, ждем ослабления российской валюты, но и снижение в целом энергоресурсов будет провоцировать на еще большее ослабление индекса потребительских цен, уровня инфляции в ключевых регионах. Но, прежде всего, я имею в виду развитые площадки, потому что нас интересует США, нас интересует Еврозона, Британия, Новая Зеландия, Канада и Австралия. Здесь с инфляцией, конечно же, все очень плохо, и, по сути, даже целевые показатели, вроде бы как невысокие, 2%, но они все равно пока недостижимы. Поэтому, возвращаясь к европейской валюте, получив еще одно подтверждение просадки индекса потребительских цен, евро, разумеется, стал сдавать позиции, и к концу торговой сессии вторника пара достигла уровня 1,0641. Сегодня мы видели значение пониже, минимальный уровень 1,06, но это также еще не предел, потому что, очевидно, участники рынка продолжают спекулировать на тему более агрессивного выкупа активов и присоединяются к этой медвежьей идее. Если вы еще вне рынка, я советую, разумеется, задуматься, потому что, вроде бы как, еще локомотив только отходит, и можно еще запрыгнуть, разумеется, в него и прокатиться, ну, может быть, с профитом в несколько фигур, то есть, в несколько сотен пунктов. Мне кажется, достойная цель, особенно для тех, кто делает ставку на краткосрочный трейдинг. Дополнительное давление на евро оказали еще и данные по индексу оценки текущих экономических условий Института ЗЮМ Германии, а также деловых ожиданий. Также такая же оценка ЗЮМ, поскольку я считаю, что именно этот немецкий институт, он создает больше оснований для объективных данных. То есть, в целом, понижательная динамика, она сохраняется, длится в течение уже очень многого времени, и мы знаем то, что индекс присутствующего давления, он, в принципе, негативно сказывается и на оценке бизнес-ожиданий, бизнес-устовий. Действительно, немецкие промышленники сейчас паникуют, потому что еще не ясно, как ситуация с Вольсвагеном повлияет на общий сектор. А поскольку за последние несколько месяцев мы не видели хороших данных по промышленной активности Германии, значит, такие же слабые бизнес-ожидания не закладывают, скажем, в основу этих ожиданий, что и следующая статистика будет такой же удручающей. Это еще один негативный фактор для европейского валютного актива. Основной блок макроэкономических данных был опубликован во вторник и посвящен как раз был инфляции, потому что, в целом, наверное, инфляция была самым интересным отчетом прошлой недели, потому что мы анализировали данные касательно даже не только индекса потребительских цен еврозоны, но еще такой же отчет США и Англии. В Англии индекс потребительских цен просел второй месяц подряд, в частности, годовой показатель так и остался на отрицательной территории. Очень плохо, потому что при отсутствии оснований для постепенного разгона индекса потребительских цен, значит, снова едут на совсем неопределенное время сроки возможного повышения процентной ставки и достижения целевого показателя по ИПЦ. То есть это, в лучшем случае, 2017 год, и для долгосрочных трейдеров это очень весомый, серьезный сигнал в пользу того, что фунта нужно и дальше продавать. То есть ту статистику, которую мы анализировали на прошлой неделе, ее достаточно, чтобы подкрепить наши ожидания верные касательно того, что британец остается в числе аутсайдеров рынка, и по фунту еще неплохо можно прокатиться, добравшись до более низких ценовых значений. То есть спасибо, скажем, прошлым двум неделям за то, что они позволили британцу забраться против доллара выше 53, и в целом я считаю, что это подаренная возможность для всех тех трейдеров, кто медлил, чтобы рассмотреть сделку, направленную на сел, и, разумеется, сейчас вовремя засолить фунта, потому что потенциал профита около 300 пунктов. Я думаю, что этот потенциал может быть реализован уже до середины декабря. Мы видим то, что фунт против доллара проседает уже вторую сессию подряд, и это не просто просадка, это совершенно очевидное возвращение к тем уровням, которых сейчас и достоин фунт. Это околоземные значения, ни в коем случае не те небесные, которые мы наблюдали буквально последнее время. Участники рынка, на мой взгляд, сейчас более адекватно, конечно же, подходят к общему фундаментальному фону. Я надеялся на то, что это произойдет, потому что тот рост, который мы увидели, он был абсолютно не обоснован и не оправдан. Я сразу вас предупреждал, что речь идет о ложном локальном выпаде, на который не стоит вестись, потому что в целом у нас картина не меняется. Эта картина указывает на хорошие возможности для распродаж британца. Что касается США, здесь в целом, так же, как я уже отметил, нужно было сделать ставку на индекс потребительских цен. Может быть, даже в рамках американской экономики это самый серьезный сейчас инфоповод, потому что именно от фактических цифр по инфляции зависит, по сути, решение ФРС по нормализации денежно-кредитной политики. Знаем то, что в рамках ФРС есть две проблемы. Это высокая безработица, хотя уже эта проблема решена, потому что, по сути, уровень безработицы по факту последних non-farm perils уже оказался в районе 5%. В 2008 году ФРС, скажем, пообещала национальной экономике, что этот уровень будет достигнут. ФРС справился со своей задачей. Но вот что касается инфляции, пока здесь не все так гладко, потому что фактическая цифра, она, конечно же, серьезно не дотягивает до целевого значения в 2%. Но здесь также можно все списать на непредвиденные обстоятельства, связанные со снижением цен на энергоресурсы. Но по инфляции в рамках США сейчас у нас есть уже позитивный фактор, который позволяет нам закладывать больше позитива в фундаментальную картину и, разумеется, не отказываться от нашей идеи, которая предполагает возможность повышения процентной ставки и, наконец-то, того, что ФРС будет действовать и перестанет тянуть резину. То есть индекс потребительских цен. Если раньше мы топтались рядом с нулевой отметкой, то сейчас индекс подрос уже в годовом эквиваленте данных целых 0,2%, что в целом создает неплохие основания, скажем, дальше констатировать факт прироста и вместе с американскими статистами, разумеется, полномерно двигаться к целевому значению в 2%. Что касается индекса потребительских цен, без учета ценной энергоносителей, здесь показатель удержался на уровне 1,9%, что в целом также неплохо. Сильные данные по инфляции вполне способны убедить скептически настроенных представителей ФРС, такие и есть, безусловно, все-таки проголосовать за повышение каккосрочных процентных ставок. Мы знаем то, что есть и те, кто уже давно готов отдать свой голос за необходимость изменения монетарной политики, но есть и те, кто постоянно ссылается на крайне низкую инфляцию, полагая, что сейчас дорогой доллар не нужен экономике, потому что он подрывает конкурентоспособность национальных производителей, и нет еще оснований отталкиваться, скажем, от текущей экономической ситуации и голосовать за повышение процентной ставки еще и на фоне крайне низкой инфляции. Я полагаю, что после отчетов прошлой недели эта позиция реально будет изменена, и в ходе декабрьского голосования у нас может образоваться уже большинство в пользу повышения ставок. И если это произойдет, мы дождемся самого важного события за последний год. А может быть даже не только за год, потому что в последний раз ФРС повышала ставки 10 лет назад. Соответственно, для доллара это очень серьезный катализатор роста, потому что сразу ползет вверх доходность американских трежерис, какой бы интервал мы не рассмотрели, 10-летки, 20-летки, более длительный таймфрейм для долговых бумаг, все равно доходность будет расти, потому что при спекуляциях на тему повышения процентных ставок повышается и стоимость активов, которые номинированы в долларах. Поэтому для американца это, конечно же, хорошее подспорье для того, чтобы убедить всех на рынке в том, что круче этого инструмента попросту нет. И в целом, каждый раз, когда я обрисовываю определенные идеи касательно трейдинга, я делаю ставку на то, что доллар сейчас является очень интересным активом и потенциалы роста этого инструмента нужно использовать, потому что еще не все упущено. Думаю, что процентов 20-30 в плане реального укрепления позиций еще впереди, но стоит только дождаться фактического решения ФРС, направленного на изменение монетарной политики. В целом, возвращаясь к динамике пары USD-JPY, понятно, что если доллару был оказан такой фундаментальный комплимент, пара USD-JPY неплохо подросла и достигла локального хая 123.43. Очень сейчас надеюсь, что мы сможем добраться до значения 124, потому что до нашей цели 125 по паре USD-JPY будет рукой подать. И мы начали покупать пару с очень низких значений, там, если вспомните, с уровня 117-118, да, до этого была убыточная сделка, но сейчас у нас по-прежнему есть неплохой потенциал, чтобы компенсировать все эти потери и выйти даже по итогам года в очень хороший профит по этому дуэту валютных активов. Отмечу, также еще нет, потому что традиционно каждую неделю мы обращаем внимание на запасы. Сначала это частная оценка API, в частности, касательно запасов, они снизились по версии API, но на символичную цифру, на 0,4 миллиона баррелей за неделю. А вот количество нефти в Кушинге снова выросло на 1,3 миллиона. И после этого мы переключились на уже официальную статистику от Минэнерго США. Здесь тот фактор, который нивелировал все потенциальные риски, по-прежнему позволил нам склоняться в пользу того, что запасы продолжают расти, ну, пусть даже сейчас символичными темпами, но этого достаточно, чтобы сохранять тенденцию увеличения запасов и, соответственно, бить по позициям бренда еще с точки зрения реальной статистики. Запасы увеличились от Минэнерго США 0,25 миллиона баррелей, соответственно, за прошлую неделю. Прогноз был чуть выше, но здесь не нужно, скажем, сравнивать фактические показатели с прогнозом, потому что в целом, если запасы растут, этого уже достаточно, чтобы оказывать давление на позиции как бренда, так и WTI. Экономический календарь среды был представлен исключительно американским макроэкономическим фоном, в частности, опубликованные протоколы последнего заседания ФРС в очередной раз посигнализировали о готовности американского мегарегулятора к долгожданной нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, не стоит забывать и о том, что протоколы, по сути, транслировали результаты последней встречи ФРС. Она состоялась еще до того, как вышли обновленные данные по Non-Farm Perls и до публикации сильных данных по инфляции. Получается, что если по протоколам даже мы получили жесткую позицию и, может быть, уже реальный перерез в пользу того, что представители американского мегарегулятора будут голосовать за повышение процентной ставки, наверное, фактическая оценка уже гораздо более интересная, потому что истинное позиционирование голосующих членов, оно может указывать уже на более жесткие взгляды. То есть, для доллара это еще один драйвер для роста, ну а для нас, как и для трейдеров, которые, разумеется, обращают внимание на общий фундаментальный фон, это еще одна подсказка того, что американца нужно сейчас покупать. Я надеюсь, что вы пользуетесь этими подсказками, этими сигналами, знаками, которые появляются на рынке. Внутри дня до протоколов еще выступили представители ФРС Дадли, Лейкер и Локард. Но, в целом, чтобы не вдаваться в подробности и не говорить про каждого из них по отдельности, можно обрисовать медианную оценку их позиционирования. И, согласно этой оценке, ясно то, что каждый из них будет голосовать за повышение ставки. Насчет Локарда и Дадли я практически не сомневался, потому что они, собственно, первыми стали выступать в пользу более скорого повышения ставок, поскольку промедление может создать даже еще большие риски, а может быть даже стать причиной формирования финансовых пузырей. Чтобы не допустить этого, даже не допустить того, что случилось в Китае совсем недавно, лучше, наверное, сейчас проявить большую решительность и анонсировать, наконец-таки, это долгожданное событие. Но то, что к позиции Дадли и Локарда присоединится еще Лекер, я немножко сомневался, но сейчас, конечно же, вижу, что ошибался, поскольку и Лекер также сейчас пополняет ряды тех, кто готов проголосовать за изменение монетарной политики в сторону ужесточения. Поэтому большинство у нас уже, по сути, сформировано. Значит, для тех, кто ориентировался, опять же, на позицию представителей ФРС, этого уже должно быть достаточно, чтобы декабрьское заседание оказалось прорывным и, наконец-таки, сдвинуло эту ситуацию с мертвой точки. Мы ждем повышения процентной ставки, ждем давно, и я думаю, что дождемся до конца 2015 года. Протоколов, опять же, высказываний представителей ФРС, всего этого оказалось достаточно, чтобы оказать поддержку по USD-й. Она закрыла деньги в очередном плюсе, 123,62 евро выросло до уровня 1,0658. Но здесь рост евро был не совсем обоснован, честно говоря, я пытался найти причины, нашел их, но, может быть, даже эти причины, скажем, подтянуты за уши, потому что, руководствуясь моим опытом, вряд ли можно также, скажем, четко, обоснованно делать ставку на этот фонд и объяснять определенную реакцию евро. Но все-таки скажу, что укрепление европейской валюты могло быть связано с потенциалом хеджевых операций, которые присутствовали на европейском фондовом рынке. И, соответственно, какая здесь логика? Если европейская фонда снижается, а потенциал для снижения имеется, потому что в случае повышения ставки ФРС будет расти доллар, а вот американский и европейский, да и вообще все фондовые рынки будут рушиться. Соответственно, при снижении европейского фондового рынка нужно будет хеджировать этот сел через длинные сделки по главному дуэту валютных активов – это евро-доллар. Подобная логика присутствует сейчас на рынке, так же, как и логика, связанная с трейдингом по спредоходности между американскими облигациями и немецкими бонусами. Но это, скажем, факторы для долгосрочного трейдинга. Все-таки давайте не будем влезать в эти дебри. Они, может быть, не так очевидны всем, как хотелось бы. Поэтому будем обращать внимание на более поверхностные факторы. Слава богу, их также сейчас хватает. И они весьма недвусмысленно сигнализируют о том, что пара евро-доллар сохраняет еще больше потенциал для коррекции, собственно, как и все рисковые инструменты. А вот что касается доллара, я уже отметил, здесь все шоколадно, можно и дальше его покупать, потому что еще не достигли локальных айов. Я думаю, что достигнем в самое ближайшее время. Фунт прибавил вслед за евро, добрался до уровня 1,5235. Также я говорил о том, что это не совершенно необоснованный рост, и не нужно поддаваться вот этому всеобщему заблуждению толпы, которая имела место быть, потому что рано или поздно британцы начнут активно распродавать. И только я это сказал, собственно, в пятницу мы увидели серьезную разгрузку фунта, потерю больше 120 пунктов, хотя, если мы посмотрим уже и на сегодняшнюю торговую сессию, потери уже около 150 пунктов. В частности, сегодня мы подняли с рынка отложенный ордик селсток в уровне 1,5150. И уже находимся в короткой сделке и ждем снижения пары в район 1,50. То есть, очень интересная идея. Если вы смотрите брифинги, вы наверняка к ней присоединились и уже находитесь в хорошем профите. Я думаю, что мы доберемся до нашего целевого значения в самое ближайшее время. В четверг рост евро продолжился. Возможно, причиной основной стала локальная слабость американской валюты, но эта локальная слабость, стоит, конечно же, отметить, была на руку тем трейдерам, которые делали ставку на усиление позиций рисковых инструментов, хотя не знаю почему. Если среди вас есть те, кто верит в укрепление евро, буду рад выслушать вашу позицию. Вы можете прямо сейчас написать это, либо в общий чат, либо в группу «Вопросы». Но не забывайте о том, что есть также у меня и своя ветка на форуме «Амаркетс аналитическая». Можете высказать свое мнение там. С удовольствием с вами подискутирую. Но если ваша позиция будет убедительная, возьму ее, скажем, за основу и буду транслировать уже в ходе следующих инфо-выпусков уже с моей стороны. Далее идем. Четверг, как я уже отметил, рисковые инструменты снова росли, оказывали соответствующий прессинг на американца. Евро-доллар добрался до уровня 1.0732, фунт 1.5289. Но это опять же стало для этих валютных пар локальными хаями, потому что после этого динамика стала обратной, рисковые инструменты стали также динамично терять, как и набирали несколькими днями ранее. Ее из диена просело до уровня 1.122.85, но немного, скажем так. Из макроэкономических отчетов четверга можно было выделить только заявки на пособие по безработице. 271 тысяча против прошлого 276 тысяч. Говорил уже неоднократно, что анализируя опять же заявки на пособие по безработице, то есть состояние американского рынка труда, можно даже не цепляться за прогнозные значения, за прошлые ориентиры, а смотреть на фактическую цифру. Если она ниже 300 тысяч, значит это очевидный сигнал, что рынок восстанавливается, а значит у ФРС будет еще больше сигналов и факторов, которые должны стать причиной, вследствие которой ФРС наконец-таки пойдет на повышение отставок. Сейчас этого позитива мы получили очень много за последнее время, верим в рост доллара, и каждый раз, когда у нас есть возможность анализировать обновленные макроэкономические данные, в частности на этой неделе, буквально завтра у нас ВВП США за третий квартал, и спустя сутки после этого заказан товар длительного пользования. Я считаю то, что и тот, и другой отчеты будут хорошими, выгодными для доллара, ну и мы поторопимся, разумеется, использовать эту выгоду для того, чтобы еще активнее прокатиться по росту американца. Роничные продажи в Англии, также важный отчет, месячный показатель просел до минимальных уровней, за год, минус 0,6%, это месячный показатель против прошлого 1,7%. Что касается годового, здесь также радоваться нечему, 3,8% с 6,2%, то есть потребность, точнее потребительская активность просела вдвое. Значит, если были присутствовали на рынке надежды на то, что предновогодние ралли потребительская активность может вытащить до конца года экономику, эти надежды уже по сути разрушены, потому что мы видим, что потребительской активности недостаточная, ну хотя, учитывая дефляцию, я считаю то, что наивно было полагать, что роничные продажи смогут порадовать трейдеров. Я таких ожиданий не разделял, в целом знал то, что с большей долей вероятности мы увидим массу негатива фундаментального по Британии, и в целом этот негатив мы получили. Соответственно, не видя сейчас оснований для восстановления экономического роста, не видя возможности для движения индексов потребительских цен в целевом значении 2%, не видя возможности для повышения процентной ставки, у нас все складывается как единый пазл в пользу того, что фунт будет неплохо сыпаться и двигаться в район 1.50. До этого уровня в целом остается еще немного. Я думаю, что доберемся и не пройдет даже до туда нескольких недель. Соответственно, говоря про перспективы других активов, еще хочу предложить вашему вниманию пятничные данные по Канаде. В Канаде также были роничные продажи, но здесь один исключительный негатив, собственно, так же, как и по Британцу. Видимо, сейчас потребительская активность находится на крайне низких значениях, и это тенденция, так же, как и низкая инфляция, характерна для всех развитых рынков. По Канаде минус 0,5%, противопрогноза 0,2%. И в пятницу еще вышли данные по индексу потребительских цен, так же Канады минимальное назначение по месяцу 0,1%, так и держится. Годовой показатель 1%, то есть на фоне падения роничных продаж, на фоне снижения цен на энергоносители, напомню, что для канадской экономики экспорт энергоресурсов является такой же определяющей статьей дохода для бюджета, как и для России, значит, снижение цен, такие же риски, как и для России, для Канады. Это оказывает понижательное давление на национальный валютный актив, является причиной девальвации курса канадца против доллара, ну и, разумеется, толкает USDCAD к нашим долгосрочным ориентирам, которые сейчас маячат в районе 1,35. Когда-то мы стали руководствоваться этой целью с очень глубоких значений, ниже даже уровня 1,30. Если вы посмотрите сейчас на актуальные цены, это почти, скажем, без пяти минут уровень 1,34 и чуть-чуть остается до значения 1,35. При неизменности текущего новостного фона, при сохранении давления на нефть и, по факту, уже низких показателей по инфляции, я считаю то, что Банк Канады, наверное, порадует нас еще одним решением по снижению процентов ставки. И, может быть, произойдет это до конца 2015 года. Точно такого же мнения я придерживаюсь и по Резервному банку Австралии, и Резервному банку Новой Зеландии. Поэтому экономические стимулы, они сейчас присутствуют со стороны многих регуляторов мира. И эти стимулы создают основания для очень крутой разгрузки рисковых инструментов, а доллар от этого только выигрывает. Тем более, что доллар еще предвкушает и поддержку со стороны собственного национального регулятора. И эта поддержка придет в лице повышения ставки, которую мы также ожидаем в декабре. Собственно, что касается основных событий прошлой недели на этом все, давайте перейдем теперь к отчетам этой недели. Завтра у нас на что нужно обратить внимание. Это динамика ВВП отчета по Германии, индекс злого оптимизма от ИФА, годовые данные по ВВП о США и индекс цен расходов на личное потребление США. Самый важный отчет, безусловно, это статистика по США, потому что все-таки с ВВП Германии, наверное, все понятно, даже несмотря на сегодняшний прирост индекса потребительских цен, точнее, индекса производственной активности PMI. Я считаю то, что это разовое проявление оптимизма. И в целом, последним отчетом не удастся вытащить экономику к концу года к тем показателям, на которых она могла находиться, если бы все складывалось наилучшим образом. Сейчас это не так, мы констатируем слабость, а значит, не верим, наверное, на фоне тех макроэкономических ризов, которые получаем в том, что Германия сможет порадовать трейдеров хорошими отчетами по экономическому расширению. То есть, со стороны Германии, в целом, я жду больше негатива завтра, что может усилить давление на европейскую валюту. А вот что касается доллара, по прогнозу, прирост завтра 2%, точнее, завтра мы увидим фактическую цифру, и предполагается, что в третьем квартале экономика могла расшириться на 2%. Это выше прошлого значения. Если это так, то доллар также сможет использовать это для усиления собственных позиций. Ну и, разумеется, хорошие данные по ОВП, они еще больше убедят трейдеров в том, что ФРС уже не будет медлить и, наверное, не станет придерживаться внешнего взгляда и настроя касательно того, что лучше подождать, посмотреть, последить. Это сейчас уже не прокатит, потому что трейдеры настаивают на том, чтобы ФРС был более проактивным. И проактивность здесь связана с возможностью повышения процентной ставки. Ну, то есть, об этом я уже много говорил в ходе этого вебинара. Все это указывает на рост доллара. И если статистика будет этому располагать, напомню, что комментарии Джанет Хелина, они как раз и склоняли трейдеров к тому, что сейчас нужно больше обращать внимание на национальный фундаментальный фонд. И в случае хороших данных ФРС будет действовать. В общем, ждем завтра сильных данных по ОВП и ждем поддержки для американцев. В среду динамика расходов и доходов в США также очень важный отчет, потому что если мы увидим хорошие показатели по личным расходам, значит, можно будет воспользоваться логикой притековой ввода о том, что рост расходов связан с ростом заработных вклад и активизацией потребительской активности. И это выводит нас планомерно к потенциальному росту индекса потребительских цен. Если это так, то и в среду мы получим еще одно подтверждение для роста американца. С точки зрения статистики я уверен, что непременно дождемся этой поддержки. Заказы на товар длительного пользования также очень важный отчет, потому что он напрямую влияет на показатели ОВП. По прогнозам отчет будет неплохим. И в преддверии декабрьского заседания такую статистику можно смело закладывать в общую посыльную идею, предполагающую неплохой рост американца против всех конкурентов. И рост этот будет, опять же, основан на заседании ФРС, которое назначено на декабре. И заседание, предполагающее возможности изменения монетарной политики с точки зрения повышения процентной ставки. В среду, как я и отмечал, еще будут запасы нефти от Минэнерго США. Полагаю, что нас ждет очередная пятидневка прироста, что в целом мы будем использовать для еще большего давления на позиции Brent'а. И будем в связи с этим ожидать еще один виток девальвации российской валюты. В США день благодарения в четверг. В целом торговая сессия будет очень спокойной по причине отсутствия на рынке многих трейдеров. То есть волатильность будет незначительная. В лучшем случае диапазон колебаний основных валютных активов пар не больше 30-40 пунктов. Даже в преддверии очень мощного, фундаментально насыщенного декабря. Из других релизов индекс потребительских цен Германии. Но в целом здесь снова возвращаю вас к тому, что этот отчет можно использовать в качестве предвосхищающего фактора и релиза перед данными по еврозоне в целом. Соответственно, если мы получаем слабую статистику по индексу потребительских цен Германии, значит смело полагаем, что и по еврозоне статистика скорее всего поедет больше на отрицательную территорию. Для еврозоны сейчас это самый главный риск, который только усилит возможности, точнее даже подкрепит ожидания трейдеров в пользу того, чтобы ЕЦБ действовал более агрессивно и наконец-таки пошел на шрение программы количественного смягчения. Это также декабрь 2015 года. Ну и в пятницу данные по инфляции Японии и по Англии ВВП. По Англии сразу, наверное, понятно, учитывая то, что я весьма мрачно в негативном ключе уже высказался о перспективах фунта. И на английской экономике полагаю, что, учитывая слабые данные по уровню инфляции, по промышленному сектору, по падению экспорта и смещению торгового баланса, в частности, даже возросли в последнее время и займы со стороны государства на внутреннем рынке, это указывает на присутствующий, скажем, кризис ликвидности внутри британского региона и подстегивает нас к тому, чтобы ни в коем случае не отказываться от коррекционной идеи по фунту. Жду слабого релиза по ВВП и, скорее всего, именно так оно и будет. Специально вынес еще в календарь отчет по инфляции в Японии, потому что очень скоро мы все-таки преодолеем декабрь, мы получим фактическое подтверждение со стороны ФРС, будет ли американский регулятор действовать или нет, и переключимся на другой уже фундаментальный фон, на японского конкурента доллара, потому что Япония традиционно у нас весьма интересный регион, потому что мы также ожидаем новых мер экономического стимулирования и расширения уже японской программы количественного смельчения. Поэтому, если индекс потребительских цен дальше будет тяготеть к низким значениям, думаю, что и японцы также пойдут на расширение QE и поднимут ее, скажем, с текущих объемов в 80 триллион йен в год. Без этого, наверное, никак не обойтись, и вопрос только в том, когда же Япония придет к этому, точнее, к пониманию этого. Я считаю то, что программа QE будет расширена, и, может быть, произойдет это уже до середины 2016 года. Для японской валюты это серьезнейший фактор разгрузки, но для пары USD и Йена это инструмент, поддержка, фактор для роста. И в связи с этим можно будет даже настраиваться на движение выше 125. Ну и, конечно же, заключительный слайд – это ценовые ориентиры по основным валютным активам. Евро доллар 1.0550, AUTUSD 1.07050, USD и Йена 123.70 и фунт против доллара 1.51. То есть, в целом, ждем снижения рисковых активов и активизации покупок в отношении доллара. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Так. По поводу индикатора услышал, сейчас передам в техническую службу. Спасибо за наблюдательность. Ну, поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой пятидневки. Напомню, что мы плавно подходим к главным событиям, связанным с ЕЦБ и ФРС. Давайте сейчас уделим максимум внимания актуальному новостному фону. Разумеется, продолжим следить за статистикой и готовиться к этим событиям. Каждый брифинг я актуализирую новостной фон и держу вас в курсе. Поэтому еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова